МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр Беларуси Владимир Дворник, а в лице МНС министр по надзвышайных ситуациях Владимир Вашенко. Тенденция на снижение, а ли подстав для заспокоения не ма. Сегодня в Управлении внутренних справ прошла координационная нарада на тему боротьбы со злошенностью и коррупцией. Децентрализация теплозалиспешения, переваги и перспективы сдавалась обведовочной, а ли коммунальникам часом приходится сутыкаться с непоразумением с боку насельства. Вот ситуация разбирались наши корреспонденты. Украине протягивается масштабная акция «Наши дети». У делу ее принимают героники самого высокого уровня. Петриковская школа-интернат для детей с тяжкими порушениями маулення с доброчной миссией наведал наместник премьер-министра Беларуси Владимир Дворник. И он завитал на святошный раннешник, а так само ознайомился с проведенного установа модернизации. Дмитрий Котов протягнет. До початку святошного раннешника некольких хвилин. Хвалявания у его удельников не назирается. До значной падеи я нырыхтовались и некольки месяцев. Разрушивали музычные и танцевальные номеры, выбирали костюмы для представления. А тому кожный упевненный. Усё повинно пройти без помылок. Свободный час перед початком раннешника юные артисты бавят с корыстью. Повторают свои роли, а некто, поспевая загадать побачь с новогодней ёлкой, заповедное жадание. У меня есть одно желание. Я хочу, чтобы меня мама бы забрала на этот Новый год. Это поскорее. А то в школе тоже хорошо, но дома лучше. Умовы для выхованцев створены соправды комфортные. Нагадывают худшей утульность родного дома. Зараз тут находятся 63 наученцы. Дети с Петриковского района только учатся. А с инших регионов в области проживают постоянно. Навышальный процесс не одрознивается от стандартного. За выключением проводимой коррекционной работы. С детьми займается дефектолог. Это дозволяет, что год каля пяти человек переводить у звычайные школы. Всё лето установа пережила масштабную модернизацию. И она была включена у план реконструкции Петрикова. У школы отремонтованы два поверхи. Набыто новое обсталявание. Доброаппараткована территория. Владимир Дворник ознайомился с проведенной работой. До речи, минавито дякуючи его намаганиям на посаде старшини Абалы Конкама, установа и смогла кардинальным шинам змениться. Мне очень приятно сегодня быть в этом городе, в этой школе, которая прошла такую хорошую модернизацию. И приятно удивиться тому, что здесь за короткое время сделано. Самая приемная миссия – наведывание святочного ранечнику. Причем Владимир Дворник стал не только его глядачом, але и непосредным удельником. Разом с детьми он вадил карагод. После повеньшовал кожного с надыходящим святом и уручил солодкие подарунки. Наученцы Петриковской школы в свою чергу презентовали перниковый домик. Это действительно самый достойный праздник, когда встречаешься с детьми и видишь эти красивые открытые лица. Хочется, чтобы они выросли достойно. И государство сегодня, вы видите, сколько укладывает в развитие этих деток. Строятся школы, строятся сады, потому что дороже детей ничего не бывает. Поэтому государство делает все, что может для того, чтобы наши дети выросли достойными людьми. Акция «Наши дети» протягнется до 10-го студеня. Кировничество региона, предприемства и громадские деятши наведают детские интернаты, дамы семейного типа, приемные и опекунские семьи. Свято повинно прийти до каждого детятя. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова. Сегодня на доброчную акцию «Наши дети» на «Гомельшине» протягнул министр по надзвышанных ситуациях Беларуси Владимир Вашенко. И он разом с керавниками территориальных управлений в Юстану Адукации МНС заветал до будущих воротовальников наученцев специализованного лицея. Под обязанности в сюжете Евгений Кухаронак. Зусим худко, больше за 250 лицеистов разъедутся на зимовые каникулы у розной Якутки Беларуси до родных и близких людей. А поколь новогоднее свято можно отзначить у своей агульной лицейской семьи. До урочистости новучанцы подрихтовали тематичные фотозоны, присвященные органам и подразделениям по надзвышанных ситуациях краины. Эти встречи доставляют искреннее удовольствие, видя их улыбки, радостные глаза. И мы сегодня приезжаем к своим лицеистам. Здесь, вы знаете, разные категории, и сироты, и с трудных семей. Тем не менее, здесь не просто коллектива семья, и поэтому все начальники областных управления приезжают к своим детям с подарками. Мы от Министерства. Это наше будущее. И мы рады тому, что имеем возможность встречаться, общаться и поздравлять детей с наступающим Новым годом. Шановным гостям представили новогодний мюзикл «Ля Тучи Корабель». Лицеисты спевали, танцевали, играли на музычных инструментах и расповядали старую каску на новый лад. По завершении программы Владимир Вашенко разом с керовниками территориальных управлений и установ адвокации МНС узнявся на сцену, как подяковать за яскравый концерт и повиншовать с надыходящими святами. Министр пожадал лицеистам иметь стольки терпения, упартости и рубливости, кольки необходимы для досягнения их марок. Пожаданиями обменялись и сами наученцы. Я бы в первую очередь пожелал хороших отметок в следующем году. Счастья, здоровья близким, самим им, чтобы все у них было хорошо. Я уже тут пять лет нахожусь. И тут как бы все родное уже. Офицеры заменили нам, считай, родителей. Евгения Кухаруна, Кігар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Коля сотни юнаков девчат, зуся горы ее на сенья удельничали в областном новогоднем бале. Мероприемство такого формату прошло у Гомеля в Першиню. Свят отбылось в громадско-культурном центре. У шаронной атмосферы 18-19-го стагодзе, в якую створали гуки полонеза, вальцы и польки, побывали и наши корреспонденты. Артем и Инна со Жлобина. Больше к 10 годов яны танцуют у ансамбля бального танца «Элегия». Або два – вучатся. Юнаку – в Жлобинском державном профессионно-техническом колледже, девчина – в Белорусском державном экономичном университете. Перед початком бале пара хвалюется. Выступать на святе такого масштабу доводится нечасто. Кажут, что самый складанный танец – полонез. Мы очень рады, потому что бал ассоциируется у нас с какой-то сказкой, каким-то волшебством. И поэтому мы, конечно же, согласились и очень ответственно подошли к подготовке к этому балу. А какой танец сложнее было подготовить? Ну, наверное, полонез, да, наверное, был самый сложный, потому что мы танцоры, и вальс, полик 11 – это легко. А вот полонез – это… Для нас что-то новенькое было. Да, новенькое такое. И, ну, мы справились. Ну, я думаю, да. Нам очень понравился танец. Самый первый танец – как раз полонез. Один за одним пригожие элегантные пары выходят в центр зала. А глядачи литерально замирают в захоплении. Среди запрошенных – старшоклассники, навученцы установ професійно-технической и средней специальной эдукации – студенты ВНУ. Кожен из них досягнул успехов в учебе, творчей, громадской деятельности, на спортивных аренах, у реализации значных проектов. Все наши молодые люди, талантливые, не только в учебе, в творчестве. Сегодня с отличным настроением. И видно, что они воодушевлены. Конечно, уже не для кого секрет, что здесь будут и вручены подарки от имени Гомельского облсполкома. Но, я думаю, это не самое главное. А самое главное – это участие наших детей, которым запомнится, я думаю, на всю жизнь. Юные дамы и кавалеры опынулись у атмосферы 18-19-го стагоди, которую передали гуки-поланеза вальса польки. Но это не просто танцы. Юнаки-девчаты, рыхтующиеся до балю, выучали историю и культуру тех часов, когда створались танцы. Под рыхтовку до областного новогоднего балю ишла около месяца. Агульные репетиции проходили два дня. Месяц уже изучали движение. А потом приехали, мы с ними соединялись, сделали рисунок, сделали линии, диагонали. Вот они с этим прекрасно справились. И сегодня мы еще подшлифовали, еще некоторые моменты отработали. И они готовы показать себя. Областный новогодний балль плануют сделать что-то годовым. Ранее такие святы проводились только в Минске. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Промые телефонные линии с представниками мясовой улады продаются 21-го снеждня. На пытание жихару у нашего региона откажет наместник старшини Гомельского обл. Ваконкама Владимир Прывалов. Связаться с ним можно будет по номеру 33-12-37. Так само в этой субботу промую линию проведет первый наместник старшини Гаровой Ваконкама Александр Севаков. Телефон для Сувязи 33-09-59. Промые линии будут працавать як звычайно с 9 до 12 годин. До инших тем. На Гомельшине проводится работа по выводе из эксплуатации тепловых сеток, які знаходяться у незадовольняющим стане. При этом у домах за бюджетный кошт устанавливаются специальные котлы, які дозволяют иметь гаражу воду и забеспечивать жилье теплом. Правда, в некоторых выпадках коммунальникам приходится сутыкаться с непоразумением с боку насельництва. У ситуации разбирались наши корреспонденты. Гэтая проблема у першиню была гучена 4 годы тому, коли же горы Гомельского микрорайона у Сходни поскарделися на низкую температуру у домах. Специалисты причину установили худка. Теплотрасса до ужинюй крыху больше як 8 километров вычерпала свой ресурс. Теплое, кого чекали люди у домах, грела землю на огородах, по якой проходила трасса. Для того, как зарабить ее капитальный ремонт, пришлось бы гэтые огороды практично знищить. Потери были большие за счет того, что сети проложены были более 30 лет назад. Теплоизоляция уже потеряла свои свойства. И плюс за счет частых порывов и утечек теплоносителя были огромные потери. Потери доходили до 30%. Менять теплотрассу не стали. Проблемы вырешили иншим способом. С бюджету выдатковали 445 тысяч рублей. За гэтые сродки зарабили документацию, набили котлы и провели работы по их установке. При этом для того, как разломать все плюсы новой системы отепления, пришлось провести некольки сустрыж с населенством. Встречались с заявителями, давали конкретно по всем задаваемым ими вопросам исчерпывающие ответы на всех уровнях. На уровне администрации, на уровне горосполкома, на уровне облсполкома. Галина Олевичейня новый котел установила у себя одной из первых. Потом до ее приходили соседи. Цекавилися перевагами. Женщина ничего не утойвала. Система оказалась саправды эффективной и выгодной экономична. По усиляким выпадку, коммунальные платы изменшились, а у квартиры стало больше утульно. Дарыши, установленные за бюджетный кошт котлы находятся на гарантии. В выпадку некой несправности их адрамонтуют бесплатно. Двухконтурный котел. Подогревается и вода, и отопление регулируешь, которое тебе надо. Показывает. Вот у меня стоит на 40 градусов. Надо меньше, если жарко. Я сделала меньше. Надо больше температура. Сделала больше. То же самое с водой. Стоит у меня сейчас температура на 39, в которой можно помыть посуду. Годится такая вода. Если надо помыться, мы делаем температуру больше. Расход воды стал намного меньше. Почти наполовину. А по отоплению, да, да, меньше. Стали платить мы меньше. Не намного, конечно, скажу, но меньше. На сегодня так званая децентрализация у Гомельске микрорайоне у Сходня практически завершена. Застався усяго один дом. Его владельница живе у Минску. У будинку находится мать. Чому жанчины не погаджаются на установку газового котла, не за всем зрозумело. Тем более, что после отключения теплотрасы для обогрева помешканья приходится выкористовывать газовую плиту, что довольно небеспечно. Уадрознение от эксплуатации сучасного котла. Со всей уверенностью могу заверить, что оборудование, которое там устанавливается на сегодняшний момент, соответствует всем мировым стандартам по безопасности. И все те ее доводы, которые она выдвигает против, то есть, что это опасно, что это может как-то там возникнуть, какие-то чрезвычайные ситуации, это все надумано. Этого, в принципе, быть не может. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Минус 10 забойствов у 49 суперать 59 леташних, а ли больше фактов намысного причинения тяжких телесных пошкоджений. У их вынику загинули 46 человек. У минулого года было 42. Сегодня в Управлении внутренних справ Гомельского обл. ВКонкама прошла координационная нарада на тему борьбы со злошенностью и коррупцией. Особливая занепокоенность в выпадке гвалтонных денег, увы, не куяких покутаются дети. Альбояны становятся сведками гвалту супрать своих родных. Колькость детей, которые потерпели увы, не ку злошинства, у здействияных у сферы семейно-бытовых относинов, самая высокая у Беларуси. Неполнолетние и сами становятся злошинцами. С початку года зарегистрованы два такие забойства и один факт на умыслое опрошенение тяжких телесных пошкоджений. Большинство преступлений против жизни и здоровья граждан совершаются в жилищах. В основном это в ночное и вечернее время. На фоне злоупотребления спиртными напитками. Как правило, таким преступлением предшествует совместное употребление спиртных напитков как преступника, так и жертвы. То есть, основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений, являются пьянство и алкоголизм, трудовая незанятость, бытовая неустроенность. На нараде прогучала, когда все субъекты профилактики будут отказно ставиться до своих обовязков, трагедии можно будет попередить. Сярод мер обмежевание у деездольности людей, которые злоуживают спиртными напоями. Например, накирование их в лечебно-прационные профилактории. Сегодня у войсковой части 55-25 отбылся урожистый ритуал развитания с боевым стягом былого командира Андрея Смирнова. Полковник накированный для проходжения навучения на факультете Генерального штаба Военной Академии Республики Беларусь. Для удела у ритуалей на пляце собрався весь особовый состав части, а так само шановные гости. Проводил церемонию полковник Виктор Жадобин, який принял от Андрея Смирнова командование частью. Перед самой крональной часткой ритуалу слово взял первый наместник начальника штаба внутренних войск Сергей Грабенников. Ей назначил досягнение и заслуги былого керевника части подчас его службы. До речи, весь термин склав два годы уходить. Счастлив тот, кто с улыбкой идет на службу и кто с улыбкой идет домой. Вот, наверное, такой период у меня был в процессе службы. Благодаря коллективу, который есть в бригаде, благодаря взаимодействию, который существует в Гомельской области, вот, наверное, сопоставив все эти условия, служба проходила в радость, а не в тягость. Сегодня служба накеровывает на адукационную ниву. Надышев час развитания с боевым стягом. На пляце Андрей Смирнов встал на правое колено и поцеловал край полки боевого стяга. Завершился воинский ритуал урочистым маршем военнослужащих. Шмат функциональный комплекс с нуля. Во управлении внутренних справ Гомельского обл. Ваконкама заявился властный фитнес-центр. Урочисты открытие отбылось сегодня. В церемонии принял дел на месте к министра внутренних справ Александра Барсукова. Обтимая масштабная работа проведена. Свешать фотосдымки, размешанные на выходе. Голые стены и горы смети перетворились в комфортные спортивные залы. Кожная из них обсталеванная сгодно со специализацией. Фитнес, боротьба, бокс, настольный теннис. Кожный супрацовник УУС должен быть спортивно подтянутым, заниматься своей физической подготовкой, потому что здоровый человек – это счастливый человек. Здоровый сотрудник милиции – это не только счастливый человек, но и успешно выполняющий свои профессиональные задачи, поставленные Министерством внутренних дел, главой государства. Гэты инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgumil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пожаловалась на ограбление и попала под статью. В Каринковичах пенсионерка, которая заявила о краже денег в ее доме, стала подозреваемой в деле о хранении наркотиков. В ходе обыска сотрудники нашли у женщины пакетик с маковой соломкой весом 29 граммов. После того, как экспертиза подтвердила, что содержимое пакетик является наркотическим средством, в Следственном комитете возбудили уголовное дело. А милиция продолжила искать вора, который украл из дома пенсионерки 7 тысяч рублей и 100 долларов США. Оперативники предположили, что им может быть человек, употребляющий наркотики. И не ошиблись, вскоре был задержан 47-летний, ранее судимый, житель Мозыря. Вынесен приговор санитару, который при задержании проглотил микродозу альфа-ПВП. Мужчина сделал заказ в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков, получил адрес закладки и пришел на место вместе с женщиной. Как только закладка попала к ним в руки, гомельчан взяли с поличным. У женщины нашли пакетик с кристаллическим веществом, а вот у 36-летнего мужчины, санитара выездной бригады скорой медицинской помощи, наркотика не оказалось. Заподозрив, что задержанный мог проглотить закладку, милиционеры отвезли подозреваемого в областную больницу на эндоскопию. В желудке мужчины врачи нашли 0,4 грамма альфа-ПВП. В процессе расследования уголовного отдела появился третий обвиняемый. В итоге двое приговорены к ограничению свободы на три года без направления в учреждение открытого типа. Еще одному фигуранту этой истории судья назначил 4 года домашней химии. В Гомеле девушка помогла сотрудникам выявить нетрезвого водителя, непреднамеренно устроив на Реческом проспекте массовое ДТП. Сначала она зацепила машину мужа, а потом выехала на встречку и столкнулась там с Опелем и БМВ. Муж и жена двигались на своих авто в попутном направлении со стороны объездной. Перекресток они проехали на разрешающий сигнал светофора, но управлявшая Мерседесом 21-летняя девушка потеряла контроль над машиной и врезалась в джип мужа. Тот съехал с дороги, а седан его жены выскочил на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Водитель БМВ впоследствии обратился за медицинской помощью, так как у него имелись признаки алкогольного опьянения, мужчину отправили на освидетельствование. В крови у водителя оказалось более одной промилле алкоголя. ДТП вызвало затруднение в движении транспорта на Реческом проспекте. В массовой аварии никто больше не пострадал. В Рогачевском районе против водителя, сбившего на дороге лося, возбудили уголовное дело за незаконную добычу дикого животного. После наезда мужчина вместе с пассажиром решил скрыть факт ДТП. Добил умирающего Сахатова и вместе со знакомым оттащил тело животного в кусты. Позднее связался по телефону с приятелем и попросил его на прицепе своего автомобиля Ауди отвезти лося на территорию сельхозпредприятия, где он работал. Обо всем этом стало известно милиции. В итоге двоим фигурантам уголовного отдела пришлось возмещать вред, причиненный окружающей среде за незаконную добычу дикого животного – 7650 белорусских рублей. А владельца Ауди будут судить за незаконную транспортировку Сахатова. На сегодня все. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Бояж к лидерам, но с разным КПД. Гомель и «Металлург» в очередном туре хоккейного чемпионата страны играли на выезде. Столевары гостили у столичной юности и в концовке первого периода открыли счет. Игнатов точным броском завершил контратаку своей команды. Уже ближе ко второму перерыву столичная команда отыгралась. Смальцев сумел протолкнуть шайбу в гостевые ворота. Дело дошло до булитов, где удача была на стороне жлобинской дружины. Решающий бросок на счету Полищука. А вот Гомель разжиться очками в матче против еще одного лидера турнирной таблицы не сумел. Рыси практически весь поединок против Немана были в роли догоняющих и в концовке вполне могли рассчитывать на овертайм. Однако пропустили в пустые ворота. 4-2 победа гродненской команды. Выездное турне команды из нашего региона продолжится завтра. Рыси играют против Динамо Молодечно, Столивары против Шахтера. В ближайшее воскресенье пройдут первые полуфиналы розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. Примечательно, что борьбу за трофеи продолжают команды из первой четверки таблицы чемпионата страны. В 14.00 во дворце спорта Уручья в Минске сойдут со столицей Оршанский Витен. В нынешнем сезоне команды уже встречались. 10 дней назад в 11.00 туре чемпионата Аршанцы победили дома 6-0. В РЗ и БЧ играли между собой в сентябре. Железнодорожники были сильнее с минимальным перевесом 3-2. Первый матч полуфинала Кубка стартует 22 декабря на паркете спорткомплекса Локомотив в 15.00. Хозяева по протоколу вагоностроители. Ответные поединки 1-2 финала пройдут в среду 25 декабря. Финал Кубка, напомню, пройдет 5 января в Гомеле. А вот обладатель второго по значимости трофея в белорусском мужском клубном волейболе станет известен уже в ближайшие выходные. Финал 4-х Кубка пройдет в Бресте. Завтра на арене спорткомплекса Виктория состоятся полуфиналы. Гомельская команда «Энергия» за путевку в главный матч турнира поспорит со столичным строителем. Вторую пару полуфинала составили действующий обладатель трофея Солигорский шахтер и Западный Бук из Бреста. Финал и матч за бронзу состоятся в воскресенье. Напомню, что в минувшем сезоне «Гомельская энергия» стала бронзовым призером Кубка. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин